Штаб по комплексному развитию региона начался со скорбной темы. Вечером 29 января в лесе села Заборовки произошло страшное ДТП с участием микроавтобуса. В результате погибли 12 человек. Почти все ульяновцы. Еще 13 человек были госпитализированы. Каждая семья погибшего получит по 1 миллиону рублей для решения тех вопросов, которые сегодня перед ними встали. Плюс мы возьмем на себя обязательства и окажем содействие в похоронах и в поминках. Пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, получат по 200 тысяч рублей. В состоянии средней тяжести по 100 тысяч на неотложные нужды. Губернатор также поручил разобрать причины всех автокатастроф на дорогах области в прошлом году. Контроль за общественным транспортом усилится. А на железной дороге вновь могут вернуться пригородные электрички. Однако жизнь продолжается. В области постепенно снимаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Мероприятий в сфере культуры становятся все больше. Тем более, что в регионе дан старт тематическому году книги. Я бы попросил и вас, уважаемые руководители муниципалитетов, зная, что в каждом районе, ну практически в каждом районе, есть своя такая местная гордость, в виде, так сказать, поэтов, писателей, проработать вопрос о создании муниципальных премий имени вот тех людей, которыми гордится ваш муниципалитет. Первостепенное внимание губернатора получил уделять школьным библиотекам, особенно в районах. Возобновится проведение книжного фестиваля. Кроме того, будет создана антология ульянских поэтов и писателей. А к фестивалю семейного кино добавят конгресс детской книги. Оказать поддержку на местном уровне поручили созданному в прошлом году движению «За народное чтение». Я прошу вас проанализировать, кто сегодня находится в советах по продвижению книги и чтения ваших муниципальных образований. И если вы поддержите мое предложение, то хотя бы на период реализации года книги мне кажется правильным было бы, чтобы эти советы вы возглавили лично. На штабе запустили еще одно тематическое мероприятие. Началась неделя национального проекта международной кооперации и экспорта. Более 320 ульяновских компаний стали экспортерами по итогам прошлого года. Торговыми партнерами области стали 98 стран. Алжир, США, Германия, Украина, Китай. Всего 76 государств являются крупнейшими партнерами Ульяновской области. С целью достижения поставленных задач и развития внешнеторговой деятельности определены шесть направлений страновых приоритетов. И по каждому направлению определена страна, с которой будет расположен некий транспортологистический центр, или хаб мы его называем, коллективного пользования для предприятий Ульяновской области. Такой хаб у нас уже работает в Чехии. И в ближайшую трехлетку, до 2024 года, мы планируем открытие таких хабов и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Египте, и в Латвии, и в Китае. Несырьевые статьи экспорта в общем объеме ульяновских поставок составляют почти 100%. Это гораздо больше, чем требуют показатели нацпроекта. По итогам 11 месяцев 2020 года взрубежные страны отправили товаров почти на миллиард долларов США. Внутри же области разрабатывается несколько важных законопроектов. Первый из них касается статуса медицинских работников. Большая предварительная работа по нему уже завершена. Появляется такое звание «Ульяновский врач», которого никогда не было. Соответственно, на пять лет будет такой статус даваться. Помимо доплаты в 5000 рублей ежемесячной и знак «Ульяновский врач», безусловно, это еще и целый комплекс по мерам поддержки и организационным, и юридическим. Изменится статус ветерана труда Ульяновской области. Существенно сократится необходимый стаж для многодетных матерей для получения почетного звания. Появятся детские выплаты безработно в размере 3000 рублей. Их смогут получить те, у кого есть наеждевение ребятишки от 8 до 18 лет. На новое направление можно будет потратить средства регионального капитала «Семья». Например, на компенсацию проезда родителей ребенка-инвалид до места его лечения. Или на покупку компьютерной техники для дистанционного образования. Все указанные законопроекты, кроме медицинского, планируются вынести на заседание законодательного собрания уже в начале марта. Еще одно новое, что в жизни региона. Главы муниципалитетов будут выдавать папки с вопросами, которые необходимо поставить на контроль. Губернатор обещал вручать их каждый понедельник. Через 3-4 дня, в зависимости от этих вопросов, я буду выезжать. Или будем связываться, используя интернет-технологии, с населением этих населенных пунктов. Или этих дворов, или этих улиц. Для того, чтобы четко видеть, как вы исполнили те или иные вопросы. Первыми именные папки получили руководители Ульяновска, Димитровграда, Вишкаринского и Барышевского районов. Егор Титов, Юрий Конехин. Новости Улправда ТВ.